МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тульской области при поддержке федерального центра развивают малый и средний бизнес, сельское хозяйство. На эту поддержку надеются и дальше. Сегодняшняя наша встреча, я рассчитываю на то, что мы усилим свои позиции взаимодействия с вашим министерством. На сегодняшнем встрече я бы хотел поднять и обсудить, взять у вас консультацию, поговорить с вами, пообщаться, рассмотреть следующие вопросы, которые связаны с созданием пирентального центра, который одобрил президент, создание нового бизнес-инкубатора. И, конечно, одна из ключевых тем – это особая экономическая зона, узловая, которая получила статус и была утверждена указом представителя правительства Российской Федерации в апреле. Область находится в рамке предавок. Я считаю, что региональная повестка для министерства – это очень важная повестка. Мы уже провели ряд совещаний с отдельными регионами в Москве. Это действительно первый выезд. Главная задача – понять те проблемы, которые стоят перед регионом, какие направления дальнейшего развития, где бы мы могли бы помочь, поддержать каким-то образом. И мы возвращаемся к главной теме выпуска – визиту в регион министра экономического развития Максима Орешкина. Сегодня днем он встретился с руководителями ведущих предприятий региона. Говорили о важности обратной связи с федеральным центром. Государство должно понимать, кому помогать и как. Страна выходит на новый цикл экономического роста. Положительные моменты налицо. В этом году прогнозируется рост ВВП в районе 2%. Стабилизируется инфляция, она приближается к 4%. Одна из главных задач – создать предсказуемые условия для ведения бизнеса. Что касается Тульской области, индекс промышленного производства у нас по итогам 2016 года составил 112,6%. Это второй показатель в ЦФО и пятый в России. Но поддержка государства важна. Сегодня у нас есть хорошая возможность совместно с Министерством экономического развития России наметить основные направления дальнейшего взаимодействия по поддержке наших предприятий. А также представить и обсудить наши предложения в комплексный план действий правительства Российской Федерации на 2017 и 2025 год. Убежден, что наработки тульской промышленности будут полезны и востребованы на федеральном уровне. И участины при разработке комплексного плана. И мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку. Свои предложения по господдержке во время встречи озвучил и президент крупного химического предприятия региона «Щукин-Азот» Борис Сукол. Предприятие занимает одно из ведущих мест в стране среди других предприятий химической промышленности и уже 60 лет успешно работает на российском и мировом рынках химического сырья и продукции. Специализируется на производстве метанола, сульфата, аммония. Компания – крупный экспортер продукции в страны Западной, Восточной Европы, СНГ, Азии. Объем экспорта – более 70% объема продаж. «Щукин-Азот» постоянно реализует крупные инвестпроекты по созданию новых химических производств. В стратегической программе развития предприятия предусмотрены инвестиции в размере 882 миллионов долларов. На 2018 год запланирован пуск в эксплуатацию новой совмещенной установки по производству метанола и аммиака на общую сумму 270 миллионов евро. Для реализации инвестпроектов требуются в том числе большие объемы природного газа. Резкие скачки цен на него ставят под сомнение бизнес-проекты. Борис Сокол предложил в госрегулирование цен на голубое топливо для российских переработчиков газа. Были озвучены предложения по снижению экспортных железнодорожных тарифов на перевозку товаров, уравнять таможенные пошлины при ввозе и вывозе товаров промышленной химии. Предложение Максим Орешкин пообещал прислушаться. Мы на самом деле очень подробно обсуждали вопрос кадров, обеспечения кадрами предприятий, какие меры госполитики здесь помогли бы обеспечить наличие специалистов, квалифицированных на тульских предприятиях. Мы говорили о развитии инфраструктуры, что очень важно, применение механизмов ГЧП по строительству ряда объектов в Тульской области, которые могли бы обеспечить более эффективную работу предприятий. То есть много вопросов, на самом деле, все они будут у нас в проработке, и к тем или иным решениям или ответам мы обязательно придем.